Сын Аллы Шишковой 21 мая 2022 года перестал держать строй, прикрывая товарищей и приняв на себя удар, защищая честь Родины. Гвардии майор Александр Шишков погиб. Сегодня историю жизни и подвигов героя России рассказывает его мама. Школьники внимают каждое слово, а затаит дыхание. На слайдах последние фотографии счастливой семьи перед отъездом защитника Родины в зону СВО. Алла Вадимовна тогда не знала, что видит сына в последний раз, но точно знала его долг и призвание отстоять честь государства. Конечно, первая наша задача – это рассказать о наших ребятах. Почему, зачем они совершали подвиги? Нужны ли они? Конечно, нужны. Именно показать всем, и взрослым, и детям, что СВО – это необходимость, это назрело. И если бы этого не произошло, то сейчас бы мы, наверное, были под игой этих фашистов, этих нелюдей. Поэтому наши дети отдают свои жизни за свободу нашу, за свободу нашей страны, нашей Родины. Во время беседы дети задавали самые разные вопросы. От клички любимой собаки Александра до его сокровенных желаний и целей. В эпоху цифровой развитости никто из школьников даже не заглянул в телефон. Это говорит об увлеченности беседой. Ну, мне кажется, да, надо знать историю с той стороны, там, всякое, ну, просто историю надо знать. После дети смогли отобразить на бумаге свое представление о бойцах. Педагоги Ульяновской детской школы искусств подготовили мастер-класс. Красивую открытку ко дню Великой Победы мог смастерить каждый без предварительной подготовки. Мы облегчили, так сказать, им задачу, сделали заготовки, которые они должны будут раскрасить цветными карандашами и сделать аккуратно открытку. Готовую открытку дети забрали домой, чтобы позже порадовать своих близких. Подобные патриотические мероприятия, слагаемые всероссийского марафона «Наша победа». Он завершится в первую неделю мая большим мастер-классом. На нем ребята изготовят для бойцов медали с пожеланиями, которые после будут отправлены в зону СВО. Цель этой акции – донести ту ситуацию, которая сегодня случилась между двумя братскими народами. Конечно, дети воспринимают это по-своему, по-детски. Но у них все равно отложилось от этой встречи в памяти то, что они услышали. И среди детей есть мальчишки, которые захотели стать в будущем офицерами-солдатами. Следующая встреча мамы-героя России Аллы Шишковой со школьниками пройдет 27 апреля в Майнском районе. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда. ТВ.